Итак, уважаемые друзья и единомышленники, сегодня я вам расскажу сам алгоритм движения Ubuntu. В чем он отличается от того, что мы уже знаем, имея опыт продвижения досок Gift of Legacy, что здесь мы изменили или разработчики изменили и какие к этому причины были. Начнем с того, что есть дополнительная доска, на которую мы делаем подарок в 12 долларов 50. Скажу сразу, это доска без квалификации и это не крайняя необходимость на нее заходить. То есть сам основной путь квалификации, продвижения по нашим доскам начинается с бронзовой доски, где мы делаем подарок на 100 долларов. Но по многочисленным просьбам многих из вас было решено сделать вот эту вот, назовем ее разгоночную доску, так условно пока, разгоночная доска на 12 долларов 50. Это для тех, кто может быть не успел выйти по Gift of Legacy в легенду, чтобы вернуть подарок в свой размере 100 долларов. Это может быть разные страны, которые заработают не такой, как Германия или какие-то в России или в других странах. Ну, по нужде, скажем так. Не будем сейчас говорить, где какие моменты. По нужде. Кто хочет, может запускать свое движение на доске 12 долларов 50. Эта доска наполняется в том числе и рандомным путем. То есть где система, те, кто заходит на доску, могут распределяться там на разных, скажем, в разных структурах автоматически. Но я бы не надеялся на именно рандомное распределение. Потому что мы пока из опыта ничего не можем сказать. Это пока только теория. Как она по факту будет, как быстро, так рандомно она будет наполняться, мы увидим. Возможно, она будет очень быстро, возможно, это где-то будет замедление. Но чего я хочу вам сказать и посоветовать. Если вы решили заходить на 12.50, то там приглашайте также людей. И тем самым вы имеете контроль над вашей доской. И можете там, да, тем же самым путем пригласили двоих. Те пригласили двоих, и те пригласили двоих. Все, вы уже, получается, одну часть доски занимаете. Уже одна сторона вашей команды. На другой стороне рекомендую тоже так же поступать, чтобы максимально быстро можно было закрыть разгоночную доску и выйти на легенду, где вы получаете от дарителей 8 раз 12.50. Это означает, что у нас 100 долларов в этом случае. И этими 100 долларами мы теперь можем запустить наш основной путь, где мы квалификацию делаем. На самой, еще раз, да, вы можете попасть на разгоночную доску только после того, как вас кто-то пригласил. А пригласить вас может кто-то или на бронзовой доске, или на той же самой разгоночной. Только там мы можем генерировать реферальные ссылки и приглашать. Окей, теперь вы, получается, прошли разгоночную доску, если нуждаетесь в этом, и у вас есть 100 долларов. Вы присоединяетесь на доску бронзовую за своим пригласителем. Потому что если даже вы на разгоночную зашли, вас же кто-то пригласил, да, и, соответственно, он, по всей вероятности, уже, если тоже заходил, допустим, на разгоночную, да, то он до вас легенду закрыл. Так бы по-другому. Сейчас, секундочку. Вот, и на бронзу вы заходите, короче, за своим пригласителем. Там вы делаете подарок на 100 долларов. Связывайтесь с легендой, делайте подарок на 100 долларов. Там же вы делаете квалификацию. Она вам необходима. То есть это крайне важно, друзья. Понимаете, что на бронзовой доске мы делаем квалификацию, а квалификацию мы делаем, когда на той же бронзовой доске оптимального вида это, когда вы перешли на строители. То есть даритель это 4 слева, 4 справа, или там сверху, снизу, если там с телефона смотреть. Крайние места. Да, они сделали подарок, середину в легенду. Доска обновилась. Вы передвинулись шагом вперед, стали строителем. Вот здесь под вами 2 места. Вот эти 2 места наполняете двумя ваши лично приглашенные. Откуда теперь они могут прийти, эти лично приглашенные? Они могут по прямой регистрации сразу на бронзовую доску прийти, если у них есть эти 100 долларов, да, получается, свободные. И они могут их подарить. То есть мы делаем подарок еще раз. Мы ничего не покупаем, не инвестируем, не делаем вклад. Мы отдали, подарили эти деньги незнакомому человеку в основном. Если у вас этих людей нету, которые на 100 долларов хотят, или могут позволить себе, то желательно уже на разгоночной доске, чтобы за вами уже шла команда, чтобы они сразу же после завершения вашей легенды и получения 100 долларов присоединились на доску, там тоже какое-то время потребует в зависимости от полноты этой доски, сколько людей там есть, сколько свободных мест, и как быстро они наполнятся. Когда вы переходите в строитель, коротко говоря, вы должны под собой, чтобы сделать квалификацию, занять 2 места. Они могут быть свежеприглашенные сразу на бронзу на 100, или же за вами просто следовать через разгоночную, имея те же самые 100 долларов, заходя на бронзовую доску. Теперь, Марьян, давайте разыграем, если он, или смоделируем, если кто-то зашел на бронзовую доску, сделал подарок, да, понятное дело, но теперь, выходя на легенду, не сделал квалификацию. Что означает не сделал квалификацию? Означает, что нету двоих, а если один есть, ну, это нету двоих, значит. То есть, если нету двоих, значит, не сделал квалификацию, даже если одного уже успел пригласить, и он сделал подарок. Что в этом случае происходит? Мы знаем, что на предыдущих досах это было так, что часто, часто, очень часто, даже схемы были такие, что людей просто прокатывали, то есть был аккаунт без приглашения, его другие команды прокатывали наверх, как это работает, мы это будем по школе делать, я думаю, сейчас многие знают, о чем я говорю, и в итоге получала, становясь легендой, этот человек получал 8 раз по 100. Сам ничего для этого не сделал, кроме того, что сделал один раз подарок. И очень многие это считали несправедливым, да, и потому что схемы были такие, да, ну, люди там наглые, некоторые были там прям умышленные, говорю, я никого не буду, вот ставь под меня людей, прокатывай меня наверх, если хочешь продвинуться. Разные, мы же все люди, человеческий фактор, да, мы все учимся, мы все на определенном уровне развития. Если здесь, в Убунту, человек заходит в легенду без квалификации, по правилам, негласным правилам, он получает от дарителей 12 долларов 50 на бронзовой доске. Означает, что он ничего не потерял, но он и не наварился на чужом труде. Он получил свои деньги назад и может просто опять встать на доску, присоединиться в бронзовой доске, привязывать к своему пригласителю, да, его алгоритм ведет на ту доску, где его пригласитель. И там уже завершить свою квалификацию. Если у него один уже был, как вариант, да, то ему нужно второго там зарегистрировать, получается, потому что пол-квалификации-то были уже. Если ни одного не было, то, соответственно, нужно двоих, да, уже пройти в верификацию, квалификацию, но при этом все остальные участники, да, они имеют, ну, спокойствие. Есть один нюанс, есть один нюанс, но это причина следственной связи, как бы в этом случае нам по-другому это было не решить. С одной стороны, это и мотивация. Давайте еще раз моделируем или вернемся к этому примеру. Вот она, легенда, неквалифицированная стоит. Дарители в этом случае по 12.50 дарят. Дарителям на этом моменте круто повезло, да, потому что их путь на бронзовой доске начинается не со 100 долларов, а с 12.50. Строители, 4 строителя у нас на каждой доске, сверху 2, снизу 2 или слева или справа, смотря как смотреть. Какая у них мотивация теперь для своих команд? Больше или меньше? То есть быстрее они наполнят вот эти два свободных места под ними. Если они знают, что вот легенда зашла сейчас неквалифицированная, легенда знает, что она все не успела, она получит деньги назад, но навара не будет. Тем самым быстрее наполнятся вот эти 4 места слева, 4 места справа, да, и доска обновится, и все пойдут дальше своим путем. Вот. Второй момент, что касается легенды, который был изменен. И это на самом деле мы еще в феврале, в феврале, связываясь с Африкой, тогда говорили, да, что это крайне опасаемый момент такой, когда легенда, не сделав квалификацию, или даже сделав квалификацию, но когда являются пустые места в дарителях, легенды начали некоторые просто ставить в фейковый аккаунт, так называемые пустышки. И тем самым, вроде бы они себя тем самым выплюнули, назовем это так, да, из позиции легенды, что алгоритм как бы заметил, да, что было 8 раз нажата кнопка «Получил подарок». У нас же нет денег в системе, да, для тех, кто сейчас может в ТОВике, чтобы вам тоже было понятно. Нет никаких платежных конкретных инструментов, которыми мы должны пользоваться. Есть просто личная связь, есть личная отправка денежного подарка в каком виде, либо вы решаете сами, и необходимость при получении подарка нажимать на кнопку. Все, система только это фиксирует. Так вот, делали очень многие, что просто, делали липовые фейковые аккаунты, расставляя их по позициям дарителям, и сами себя подтверждали. Сами-то они выплюнулись, но не чувствуя коллективную ответственность за всех остальных на этой доске, подставляли всех, ну, просто умышленно, не думая там, а как они будут продвигаться, да, как у них там, они же тоже хотят идти этим путем, да, из дарителя в легенду. И, друзья, вот тут мы тоже будем учиться, да, развиваться. Это зависит от нашего личностного роста, от нашего отношения к тому, что мы делаем, и отношения к нашему окружению, да. Но чтобы вообще избавить нас от этой ситуации, легенда, неважно, квалифицированная или не квалифицированная, легенда в позиции бронзовой доски не имеет возможности генерировать реферальные ссылки. Не имеет ни одной. Означает, что она не может ставить фейковые аккаунты. Последний раз, где мы можем делать квалификацию, это на позиции гида. Это предпоследняя позиция для тех, кто новенький сегодня. Это гид, который ведет своих строителей, двоих строителей, которым нужно по два человека поставить. Да, у нас доска из 15 мест. В середине легенда, всем слева, всем справа. Окей. Так, резюмируем бронзовую доску, ну и разгоночную. На разгоночную доску мы попадаем по приглашению исключительно. На самой разгоночной доске мы можем приглашать людей, чтобы они с нами сразу шли. Мы можем приглашать и больше, не только двоих. Мы можем и третьего, и четвертого, и пятого поставить на разгоночную доску по реферальной ссылке, если мы желаем. И сам основной путь с квалификациями начинается у нас уже на бронзовой доске. И очень многие, кто пойдут через разгоночную, как раз получая 8 раз в 12.50, имея 100 долларов, запускаются на основном пути. На бронзовой доске мы делаем квалификацию. Два человека, которые сделали подарок на 100 долларов. Если мы не успеваем делать квалификацию, доходя в легенду, то мы получаем свои 100 долларов назад и начинаем на бронзовой доске путь, заново присоединяясь к нашему пригласителю. Легенда на бронзовой доске не имеет возможности генерировать реферальные ссылки. Окей? Окей. Дальше. Мы теперь на легенде в бронзе получили 8 подарков. Как это было у нас в предыдущем, получается, досок? И почему тормозило это дальнейшую динамику? Мне как-то пригласили на одну штуку, ну, я там немножко так шпионом, можно сказать, да, я там по другим аккаунтам послушал, как преподносят, там не буду говорить, в какой стране, в которой я родился, многие знают, где я родился. Но вот в этой стране была такая схема, что лидеры своих обучали не заходить на серебро, а крутиться только на вечной бронзе. То есть у них прям школа, прям такая была, ребята, всем запрещаем заходить на серебро. Означально было несколько тысяч людей, которые просто крутились на бронзе. Да, тоже как вариант. Ну, я не знаю, какая была причина боязни, да, или там недостаточная открытость как бы до этого движения, или разные другие причины, неважно. Дело в том, что это тормозило и лишало, не то, что тормозило, лишало динамики всех остальных. Потому что этих несколько тысяч людей не было в дальнейших досках. Они не занимали, каждый из них, эту нужную ячейку, это же community movement, это движение через людей. Да, и каждый из нас – это важное звено, очень важное звено для самого себя, но и для всех остальных. Чувствуем, пожалуйста, коллективную ответственность здесь. И не заходя на более высокие доски, мы лишаем всех остальных этой динамики, именно нашей ячейки. Но чтобы не произошло вообще такой момент, уже изначально, с точки зрения техники, не будет возможно зайти на повторную, в этом случае бронзовую доску, перед тем, как не был сделан подарок на более высокие. Если берем пример, мы закрываем бронзу, как легенда, получили 8 подарков, 100 долларов, 800 долларов. Из них 400 долларов мы дарим на серебряной доске, нас подтвердил, легенда подтвердила нас, все, система зафиксировала, все, подарок сделан. И только тогда открывается нам вечный путь на, в этом случае, бронзовой доске. Мы можем на эту бронзовую, и дай бог нам, да, именно в этом движении, это очень желаю и к этому стремимся, десятками лет этого крутиться, да, на вечных бронзах, знакомиться каждый раз с новыми людьми, каждый, каждый новый круг, новые люди, каждый новый круг, новые люди. Да, и мы повторяем снова и снова, подарили 100 долларов, вышли на легенду, уже повторно, когда заходим, получили 800, 700 оставляем себе, опять подарили 100 долларов. Вышли на легенду, получили 800, 700 оставляем себе, подарили 100 долларов. Но при этом самый первый базовый, который ход мы делаем, мы сделали подарок на более высокой доске, в этом случае серебре. Дальше идет тот же самый алгоритм и те же самые правила. То есть мы теперь на серебре, имея уже динамику, скажем так, принудительная динамика, для тех, кто, может быть, хотел бы ту же самую схему сделать, как было в той стране, не получится. Хочешь двигаться дальше, делай подарок на более высокой доске. Не хочешь его делать, ну, все, значит, остается себе только разгоночная по 12.50, там ты можешь крутиться, как хочешь. Остальные доски закрыты. Но я думаю, это будет всем понятно, и мотивация будет тут тоже ясна это делать. Теперь на серебряной доске мы проходим путь от дарителя до легенды, тем же самым алгоритмом. Становясь легендой, мы получаем 8 раз 400 долларов, 3200. Из них мы отправляем 1600 на золотую доску. Нас подтверждают, что мы сделали подарок. Система зафиксировала это. И только тогда мы запускаем повторно на 400 долларов серебряный круг. При этом у нас остается 1200 долларов в кармане. Когда мы повторно проходим серебряный круг и проходим его второй, третий, десятый, двадцатый, сто двадцатый раз, сколько угодно, чем больше, тем лучше, чем больше у нас будет, чем больше мы будем чувствовать нашу коллективную ответственность, чем быстрее это будет происходить. Но каждый круг на серебре, для тех, кто, может быть, ничего не знает, повторный круг именно вечный, означает. Вы подарили 400 долларов, повторно, сделав уже 1600 подарок на более высокий, я как бы подчеркиваю это. Продвинулись из дарителя на позицию легенду, получили 8 раз 400, 3200, из которых вы отправляете 400 опять заново и 2800 оставляете себе. Параллельно к этому у вас бронзовая доска вечная работает, где вы 100 долларов дарите, 800 получаете, 700 оставляете себе. Бронзовая будет, конечно же, быстрее закрываться, она будет регулярнее закрываться. Серебряная может чуть-чуть дольше будет, но тоже какое-то время будет требовать, ну пусть это будет для кого-то неделя, для кого-то, может быть, две, для кого-то три, для кого-то, может быть, месяц будет, на вечных именно имеется в виду. Ну, это 2800, которые остаются у вас в кармане, подарков и новых контактов, новых дружб, отношений и многое другое. Алгоритм дальше. Действовать тем же самым способом, да, у нас 1600 подарок на золоте, мы получаем 8 раз 1600, из которых мы дарим на более высокую доску платиновую, доску 5000, и 1600 запускаем повторно. Да, и повторно то же самое, это может быть будет закрываться каждые 2-3 месяца, может быть, раньше, может быть, тоже, не знаю, эта динамика зависит от команды в том числе, но мы получаем 8 подарков на повторных досках уже, да, на вечных, мы получаем 8 подарков, из них мы 7 подарков оставляем себе, и один подарок опять запускаем в работу, да, или в движение. Вот, 7 раз 1600 остается у вас. При этом у вас серебряная работает вечная, при этом у вас бронзовая работает вечная, наверное, кто-то будет и на разгоночной тоже еще крутиться, да. Вот, окей, получили легенду на легенде 1600, 8 раз, сделали подарок на 5000 на платине, да, здесь у нас заканчивался путь в предыдущих досках на платиновой доске, где мы получали 8 раз на 5000, это 40 тысяч, и это был, не заканчивался путь, это первый круг заканчивался, круг, путь-то у нас продолжается каждый раз снова. В нашем случае добавилась одна доска, я хочу вас всех поздравить, особенно тех, кто с амбициями пришел сюда, да, кто в этом движении видит долгосрочность, кто видит именно особую ценность и хочет помогать людям прийти к определенным пониманиям, знаниям самочувствиям. У нас есть доска, называется бриллиантовая, где мы делаем подарок 20 тысяч долларов незнакомому человеку. Где такое было, да, кому я там 20 тысяч долларов уже когда-то доделал, да, меня брали там, да, или забирали, скажем так, было такое дело, да, именно, ну, скажем так, структур, да, именно финансовых, там, разные были моменты в моей жизни уже, но чтобы я кому-то дарил такие большие суммы незнакомому человеку не дал никогда тоже, я к этому тоже еще буду расти и приходить, да, и мы это поэтапно, начиная с маленького 12, 50 или 100, ну, 100 как минимум каждый из нас должен будет делать, 12, 50 по желанию дарить незнакомому человеку, мы приходим к этому пониманию более высоких подарков. Отправлять легко, получать легко, отправлять легко, получать легко. Вот к этому пониманию, даже 1600 на золоте даже, да, или там 400 на серебре, если бы мы за них работали весь месяц, да, если бы у нас была там, ну, не знаю, в офисе, на стройке там, да, где люди работают в разных местах, мы не могли бы так просто это оправить. Потому что совсем другое отношение к этому. Но так как мы начинаем с малых сумм и просто через этот умный алгоритм, через вот эту вот математику, передачи, да, вот этих денежных средств, приходим к пониманию легкости, что деньги – это энергия, деньги – это любовь, деньги – это можно назвать как хотим, да, этого уже наношу усмотрение, то мы приходим к пониманию отправлять легко и получать легко. И в итоге на последней бриллиантовой доске мы получаем, пройдя ее до легенды, да, и получав, получив 8 подарков, мы получаем 8 раз по 20 тысяч, это 160 тысяч. Что мы здесь делаем? Мы запускаем этот процесс по-новому, даря 20 тысяч на повторную вечную доску. Да, может быть, это будет длиться год у кого-то, может быть, полгода, может быть, я не знаю, два года. Да, но такие высокие суммы, конечно, да, к этому нужно прийти, и это требует внимания, работы, команды, заботы, коллективной ответственности в первую очередь. Вот, по доскам – это первый круг, да, который завершается бриллиантовый. После самого старта, после самого старта, когда мы уже успешно запустимся, уже все гуд, и техники наши могут уже заняться другими делами, будет еще одна доска, будет 7 досок, в целом 7 досок. Седьмая чуть позже придет. Там будут меньше мест, она будет без квалификации, она будет для тех, кто не хочет, не может, не любит приглашать. Да, он на 100 долларов зашел, просто рандомно его так прокрутило, на выходе он получил 300, да, и может опять в очередь сзади становиться, и вот так вот по кругу все время ходить. Вот, это будет чуть позже, будем об этом уже вещать, как она работает, ну, чтобы просто понимали, да, что еще будет со временем, седьмая доска. Теперь, по доскам мы прошли, динамику, да, мы заметили, динамика здесь принудительная такая, можно сказать, по сравнению с тем, что было, то есть хочешь повторять вечные доски, обязан сделать подарок на более высокий. Задается вопрос, если теперь, может быть, не все созрели на платину заходить или на диамантную доску заходить, да, из тех подаренных денег, которые мы получили, ну, может быть, еще не доросли до этого понимания, да, или где-то страх еще где-то доминирует, да, что, и они не заходят на эту доску. А теперь, представьте, что это ваш личник, да, который вот в этом случае, просто это моделируем, да, не обязательно, что так будет, может быть, и никогда не будет, но просто оставайтесь, моделируем ситуацию. А у него команда, а вы с этой командой работали, да, вы помогали, развивали, там, учили, там, приглашали, там, на встречи, многое другое. Вот на старом алгоритме, который мы знаем, в этом случае, когда за вами лично приглашенный не идет на ваши доски следом, а где-то сливается по разным причинам, не продолжает этот путь, то было так, что команда на этом моменте разлеталась, то есть звено разлеталось и отправлялась куда-то непонятно куда, даже на чужие континенты, да, где, получается, ваш труд, который был сделан с глубины команды, да, просто ушел кому-то непонятно кому, кто вообще к этому не причастен. Первое. Люди, которые вас видят как лидера, вышестоящего лидера, просто улетели куда-то непонятно куда и теперь не знают вообще, куда обращаться, да, и как попасть, как сделать закольцовку назад, да, в свою команду. Это было, друзья, это было, и это было очень печально, и этот момент мы тоже сильно обговаривали, да, и прям подчеркивали каждый раз на нас, и совсем услышали. Поэтому здесь мы решаем это по-другому, друзья. Если ваш лично приглашенный, по каким-либо причинам, неважно по каким причинам, да, это его дело, правило открытых дверей, да, и здесь тоже в этом моменте, он не хочет заходить на более высокую доску, а за ним идет команда, то команда идет к высшестоящему, вам в этом случае. И это правило действует до пятого уровня в глубины. Просто опять смоделируем. Ваш лично приглашенный не зашел на доску, его лично приглашенный не зашел на доску, его лично приглашенный не зашел на доску, его лично приглашенный не зашел на доску, и его, то есть пять уровней в глубины, которые по каким-то причинам не пришли на доску. то уже все остальные будут идти к высшестоящему, который находится на этой доске. Это трудно представить, что прям все пять в глубине не будут идти. Но с запасом, скажем так, с запасом в жизни всякой может произойти. Но вы имеете в этом случае спокойствие и уверенность, что ваша команда, ваш труд, который вы проводите с вашей командой, с глубины работайте, что она будет присоединяться к вашим доскам и будет следовать за вами. И у команды будет всегда уверенность, что у них есть наставник, который заинтересован в дальнейшем продвижении работы с глубиной. Если вдруг теперь кто-то не зашел на доску, его команда, получается, пошла к высшестоящему, а он вдруг опомнился, что же я натворил, что же я так затупил. И разные, может быть, там были какие-то причины, но он вдруг мешает присоединиться снова. Что происходит? Куда он присоединяется? Во-первых, мы присоединяемся в первую очередь туда, где наш вышестоящий, наш пригласитель. По какой реферальной ссылке мы делали когда-то регистрацию, начиная, может быть, с 12-50 даже когда-то, неважно. То есть, если этот человек, кого команда пошла выше, присоединяется к доске, он присоединяется на ту доску, где его пригласитель. Может быть, как раз в этот момент его команда стоит рядом в позиции. Возможно, она стоит уже выше его, и он снизу подключился, но он находится на этой доске в первую очередь. Как только его лично приглашенный, который, может, его обогнали, как только они завершают легенду, они опять присоединяются к кому? К своему пригласителю. То есть, закольцовка сразу идет, и те же люди опять идут за своим пригласителем назад и следуют уже за ним. То есть, ничего не потеряно. Если даже кто-то вылетает на какое-то время, потом опомнился, решил все-таки опять подключиться, ситуация в жизни поменялась, или на тренинге побывал на каком-то, который его опять включил в процессе, его там уверенность, его самооценка и многое другое, то он просто подключается. Какое-то время его команда пройдет быстрее какой-то круг до легенды, но она опять за кольцовку проведет за ним, и опять будет за ним пристроена. Это самые важные обновления, которые были здесь сделаны в отношении того, того, что мы знаем. Еще раз, если мы суммируем, это разгоночная доска 12.50, это легенда, которая не может приглашать, это легенда без квалификации, которая получает свои 100 долларов назад, это динамика, которая требует, чтобы ты сделал более высокий подарок, чтобы повторить все вечные доски, и это компрессия, которая нам дает уверенность в том, что наша команда и глубина всегда действуют за нами. Ну и позже, когда уже у нас весь процесс запустится, стабильно будет работать, сюда будет уже дополнительная седьмая доска. Теперь о самой регистрации. Сама регистрация требует телефонный номер, имейл и телеграм-аккаунт. Важно теперь. Телеграм-аккаунт обязательно. Без телеграм-аккаунта регистрация невозможна. Почему? Во-первых, это дополнительная сфера безопасности. То есть там будет тоже проходить через бот верификация, что этот аккаунт, он действительный, и там можно в личке переписываться с этим аккаунтом, что это не какой-то бот или еще что-либо. Первое. Второе. Это нам необходимо для коммуникации. Сатистики тоже, конечно, да, это важно будет. Мы с статистикой будем делиться, да, это все через телеграм можно будет отследить, откуда люди пришли, сколько людей там и так далее, да. Но в первую очередь для нас, для коммуникации, потому что все в этом движении нас мотивирует. На что? На общение. И если у нас нету или не было возможности вот сейчас на предыдущих досках, да, связаться с гидами и строителями, потому что эти данные просто нигде их не достать, то здесь у нас возможность связаться с каждым человеком на доске, на которой мы находимся. Легенда и даритель видят больше, чем только телеграм-аккаунт. Они видят и номер телефона, и эмайль, и, ну, в принципе, вот эти данные, да, они видят дополнительно. Все остальные видят только телеграм-юзернейм, который будет кликабельным. То есть вы нажимаете на любого участника на доске, на его юзернейм, открывается сразу телеграм, и вы попадаете в личку к этому человеку, и можете с ним уже связаться. Секундочку, я кошку выпущу. Давай, заходи. Или запущу. Вот. Верифик, регистрация, эмайль, рабочий эмайль, который будет сразу же подтверждаться, перед тем, как вы вообще зайдете на доску, система убедится, что эмайль действительно. Да, то было, то ты там точку забыл написать, кто-то там буквы перепутал, да, уже в процессе делали, у нас была большая путаница. Здесь этого не произойдет, потому что изначально должен быть, если вы сделали ошибку какую-то там случайно, не досмотрели, то регистрация не получится. Надо бы проверять, где-то что-то там не совпадает. Вот. На каждый аккаунт, или, скажем так, один юзернейм телеграмовский может быть привязан только к одному аккаунту. Только к одному аккаунту. Номер телефона, да, он может находиться в нескольких аккаунтах. Эмайль – только один аккаунт, телеграм – только один аккаунт. Да, я думаю, кто сейчас думает там, да, разные, скажем, стратегии использовать, вам это как бы так на размышления. Вот. Мы должны с каждым телеграм-аккаунтом, на каждом аккаунте Ubuntu индивидуально подключены быть, да, чтобы можно было выйти на личную связь с каждым. Регистрация проходит. Телефонный номер, емайль, телеграм-аккаунт. Окей. И завершаю. Завершаю, потом перейдем к вопросам. Завершаю. Вы будете видеть в вашем личном кабинете вашего пригласителя, его телеграм-аккаунт, чтобы можно было с ним связаться. Да, чтобы можно было с ним связаться и там вести там спонсорскую, да, там работу, чтобы он с вами сделал. И вы будете видеть вашу первую линию тоже. Все телеграм-аккаунты, ваши первые линии вы тоже будете видеть, чтобы можно было с ними связаться. Реферального дерева там на всю глубину не будет, только первая линия будет. Но что будет у вас, это в помощь, я думаю, очень-очень полезно будет. Ваша первая линия, как это было раньше, да, вот вы работаете с вашими там, с вашей командой. И они говорят так, друг, подруга там, да, расскажи, как мне тут действовать, да. И вы говорите, присылай скриншот. Присылай скриншот, вы уже там как-то его ориентируете или ее. В этом случае у вас будет в личном кабинете возможность нажать на вашу, на аккаунт первой линии и увидеть его доску и расположение этой доски в реальном времени. Соответственно, вам не нужно будет больше с вашей первой линии работать никогда, да. Высылать скриншоты, вы можете со своего личного кабинета просто зайти, посмотреть, увидеть, сразу же проконсультировать и помочь человеку вашему. Так, из важных новостей, из всех обновлений, вроде бы самые моменты я озвучил, какие-то моменты пусть останутся и будут сюрпризом, будут еще раз подниматься маленькие, но самые важные моменты я озвучил, друзья. Поэтому переходим сейчас к завершающей части, где можно тогда уже 592 человека задавать вопросы и максимум 15 минут, мне на это будет время. Так что я смотрю сейчас, кто поднял руку. Юлия Александровна, давайте начнем с вас и можете включать микрофончик. Добрый день, простите, у меня просто горло болит. Такой вопрос. Я сначала захожу в дарители, в дарители, правильно? Получать подарки я смогу только при лидере, ну или как там, когда остановлюсь уже тогда, или же в дарителях я тоже получаю, вот с первой линии, когда мы начинаем. Я тут прошу вас обязательно связаться с тем, кто вас пригласил, чтобы он еще раз объяснил алгоритм. Вы получаете подарки в позиции легенда. То есть даритель дарит, строитель, это следующая позиция, строит, там вам два человека записать, гид ведет своих строителей, это предпоследняя позиция, получает подарки в этом случае. Ну вот я вот это вот хотел узнать. Я получаю только тогда, когда становлюсь легендой, а пока я вот эти нижние этапы прохожу, я в этих моментах не получаю, правильно, подарки? Правильно, правильно. Все, спасибо. Пожалуйста. Так, окей. Так, Юля, можно... Так, дальше идет Андрей Евсютин. Андрей, здравствуйте. Все здравствуйте. Андрей, я вот вроде с самого начала был, может быть пропустил или не говорил. Вот всех у нас партнеров интересует движение на 12,5 метра. То есть вы там говорили в начале. Ну вот смотрите, допустим, я зашел сам на 100, мои два пригласителя зашли на 12,5. Скорость закрытия досок будет разная, соответственно, может получиться так, что я дойду до легенды, а эти два на 12,5, ну не успеют присоединиться на бронзу. Или один зайдет, второй передумает. Понятно, что нужно еще тогда заранее пригласить двоих, чтобы квалификация выполнилась. Но тогда получится потом, что ты пригласил, допустим, двоих, а те двое зашли позже, к тебе присоединились. У тебя получится 4 личника. Ну, правильно я понимаю? Просто мы хотим команду устроить в глубину, но тут получается из-за этой доски, как бы, ну, маленечко, ну, не так, как хотелось бы, ну, возможно, для нас, да, ну, для сообщества, может быть, хорошо будет так. И вот у нас спрашивают, то есть доски будут, то есть если я зашел и пригласил на 12,5, этот человек ко мне на доску попадет? Или он может улететь на другую доску, именно на 12,5? Нет, если вы приглашаете на 12,5, на доске 12,5, на доске 12,5, то он прилетит на вашу доску. Он однозначно прилетит на вашу доску и тем самым заполнит, в первую очередь, под вами эти свободные места. Это первое. Если, да, такие моменты, конечно, наверное, будут и неоднократно, что кто-то вышел из, ну, или сам на бронзе находится на 100 долларов, да, и пригласил на 12,5, из-за них просто не успели выйти люди на ту же самую доску, чтобы он сделал квалификацию. И часто, наверное, ну, часто, подожди, не буду говорить часто, возможно, такая ситуация будет происходить, что кто-то вышел на легенду, на бронзовой доске, при этом еще его люди не успели выйти из 12,50. И он в этом случае не квалифицированный. Он получает 100 долларов назад и становится просто заново уже в очередь или ждет, пока свои люди выйдут уже из 12,50 легенды. То есть у него два человека уже на готове. И потом он говорит, ребят, ну, это коммуникация, это общение с командой. Ребят, вы сейчас ждите, да, сейчас я уже присоединяюсь, все присоединился. Сейчас ждите, как я только выхожу на следующий уровень строителя и сразу за мной заходите. Параллельно уже запускаете процесс своих людей. Вот. Ну, в таком формате это можно как-то будет регулировать. Иначе, да, это может, конечно, быть где-то там и третий, и четвертый потом пойдет, как лично приглашенный, да, и он будет тоже привязан к вашему аккаунту. Это уже процесс и дело мы увидим. Но это как момент регуляции вот этого всего. Можно просто подождать, коммуницировать, сказать, ребят, я сейчас квалификацию не успел сделать, мне нужно зайти еще раз на бронзовую доску за своим пригласителем, я стану в строители, вы на готове уже в гараже ждите и уже потом за мной заходите. И все, и потом по этапу это можно дальше продолжать в этом же стиле. Андрей, а в чем тогда получается рандомность 12,5? То есть, грубо говоря, я сейчас захожу со своей структурой, то есть даю ссылки, ну то есть я своим, те своим, то есть мы, получается, все заходим на 12,5 и попадаем на стол к своим личным пригласителям. То есть, в принципе, доска 12,5 заполняется нашими личниками. А в чем тогда рандомность будет на ней? Ну, как она конкретно будет сейчас рандомно распределять, это тоже по факту мы увидим, сейчас я не могу глубоко ответить, просто я еще сам не вижу этот технический момент. Это, может, не знаю, Света, если Света здесь, может быть, Света нам чуть потоньше объяснит, но опять же, я бы вот эту рандомность на нее сильно бы не делал ставку, чтобы там ожидать, что кто-то со стороны прилетит. Потому что вы можете это контролировать своей командой, я рекомендую это делать именно так, чтобы уже эффективно продвигаться. Ну да, вот мы как раз сейчас и думаем, то есть если к нам будет попадать, то это хорошо, то есть мы можем контролировать, а то получится, что люди зайдут, там, грубо говоря, никого не будут приглашать, и вот здесь тогда будет тоже стопор, да, получается, потому что вроде же, как все говорят, рандомно заполняется. Ну ладно, все, я понял, спасибо. Пожалуйста. Так, окей, вопросов, ух ты, сколько вопросов тут уже появилось, но Андрюх, тогда убери, пожалуйста, ручку свою, я сверху пойду вниз. Галина, сам мой Ленка. Добрый день, хочу поблагодарить вас за то, что вы выделили время для нас. У меня несколько вопросов, и сейчас у меня вопрос такой. К примеру, человек стоит в позиции даритель, но у него уже есть два приглашенных, которые, я имею в виду уже на бронзовую доску, да, то есть там у нас рандом найдет, заполнение, может быть, будет быстрее. Вот, здесь люди, допустим, уже готовы, у него есть два приглашенных человека, которые уже готовы зарегистрироваться, но он стоит в позиции пока дарителя. Может ли он именно в этой позиции регистрировать своих людей и куда они попадут? Да, он может. Начнем с того, что он может. Куда они попадут? Если есть свободные места на этой доске, то они будут распределяться на этой доске, там, где он стоит. Они могут быть рядом с ним на той же самой стороне, они могут быть на другой стороне доски. Это просто с точки зрения техники, да, это возможно, если эти места будут все свободные. Другой вопрос, как долго эти места свободные уже, да, если просто там доска только обновилась, и человек занял место дарителям, и сразу бы записал тех же своих, во-первых, это ему не очень цель, если там динамика есть, ну, не прямо уж сильно в пользу, потому что лучше и самое оптимальное, когда они под ним, когда он в строительстве выходит, и они под ним находятся. Первый момент. Второй момент. У нас есть возможность с каждым связаться, да, если эта доска уже долго стоит, то мы можем просто связаться с строителями. У нас же телеграм-аккаунты есть, для этого они сделаны. Спросить там, дружище, подруга, там, что там у тебя происходит, да, ты там будешь кого-то ставить или как, да, потому что у нас есть люди, мы бы хотели их тоже завести на эту доску. Если это, допустим, еще вечная доска, кто-то стоит, бронзовая вечная доска, и кто-то уже квалифицированный стоит там особенно, просто связывай, или нет, или могу подставить этого человека. Вот, коммуницируйте, пожалуйста, связывайтесь с людьми, чувствуйте именно коллективную ответственность. Да, просто так, без спроса, я бы не ставил туда людей, не договорившись, потому что кто-то скажет, а что ты меня тут обламываешь, это два места, они предусмотрены для моих двоих, они вот сейчас закрывают легенду как раз, да, и вот будут заходить, или уже там деньги готовили, что-то такое. Поэтому, чисто технически, да, вы можете их ставить, и они попадут на той доске, где вы находитесь, если есть к этому свободные места. Но, в первую очередь, я бы с ними связался с строителями, другими, да, зависит от ситуации, если это вечная доска, то по-любому связитесь с ними, да, и пообщайтесь. А оптимальный вид, продвигайтесь вперед на строителя, под, говорите своим, дружище там, подруга, подожди чуть-чуть, да, сейчас мы там обновим, обновим доску, и сразу же два места освободятся, и ты сразу же пойдешь со мной цепочкой под меня, или вы пойдете под меня. Вот я бы действовал в таком виде. Ну, опять же, друзья, этому мы будем проводить очень много школы, очень интенсивные школы, где мы будем освечивать разные нюансы, моменты, и будем обучаться вместе. Так что, будьте спокойны, весь этот контент, знания мы получим уже после старта. У нас будет главный канал, естественно, мы после старта запустим и группу, общую группу, где мы можем добавляться уже после регистрации. Конечно, можно было бы сейчас запустить, уже там люди добавлять. Но это не имеет смысла, давайте уже после зафиксирования в наших структурах мы можем добавлять в главную группу и на главный канал, там будут все анонсы. Хорошо, спасибо большое. И еще у меня вопрос. Какой алгоритм именно идет на вечной доске? То есть, я, если правильно поняла, за мной идут мои же приглашенные люди, которые уже закрылись в легенде. Да. Ну, и другие строители, которые там находятся, они тоже, там же, вы же один человек из многих, которые находятся на этой доске, и за ними идут их люди, которые, да, или же на этой доске кто-то новых приглашает, на бронзовой доске. Мы можем на бронзовой доске всегда приглашать новых, можем расширять, если есть нам к этому желание, да, и стратегия. Мы можем на бронзовых, и рекомендую это так, именно только на вечных досках это делать. Каждый раз, когда вы новую доску делаете, бронзовую проходите, и строители заходите, и под вами два места освобождаются. Да, вот тут вы можете никого не спрашивая, просто там регистрировать новых участников. И наполнение, именно алгоритм вечных досок, он, наполнение, оно может в разном формате, за вами идут ваши личники, ваши лично приглашенные, зависимости, сколько их, да, каждый раз, когда они завершают свою вечную доску, они опять присоединяются, присоединяются к вам, да, и где будут свободные места, где они наполнят именно ячейку, да, под вами, рядом с вами, на другой стороне доски. И это очень индивидуально, и это и делает этому особая особенность. И все. Еще третий вопрос, конечно, самый, наверное, важный, и уже вчера я пыталась это все-таки выяснить. Как технически вообще сделать перевод 12-50, ну, если это касается России, Украины, Казахстан, это те пост... Ну, тут опять, да, тут мы будем, опять же, да, во-первых, можете обратиться, кто вас пригласил, я думаю, там уже чуть посоветуют, ну, и у нас будут школы, ну, это крипта сейчас, самый простой путь, это крипта, и это опять выход из зоны комфорта для многих будет, да, потому что, ну, никогда не сталкивалась, никогда не нужно было, вроде, а тут раз и появилась такая необходимость, да, и обменники, крипта, я думаю, это есть между, 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 странами, это самый такой сейчас простой путь будет. Ну, вы знаете, честно говоря, ни один обменник не обменивает даже 50 долларов, 100 долларов, даже 50 долларов невозможно через обменник завести на любую крипту или еще куда-то, то есть, скорее всего, нужно будет дополнительные люди, которые будут заниматься обменом, и это будет... я думаю, да, вы в какой стране живете? В России? В Украине. В Украине. Ну, трудно сказать сейчас, трудно сказать, но я думаю, найдутся, найдутся у нас единомышленник, которые вам в этом помогут. Просто будьте, ну, не знаю, на следующих встречах тоже с нами, да, я сейчас не знаю, у нас много людей в зале, там 574 человека, я думаю, найдутся люди, которые вам помогут и на Украине это сделать, и в Украине. в целом, пока только эти возможности. И опять же, люди решают между собой, да, как это будут делать, мы привязываемся к доллару, к стоимости, его будем также публиковать ежедневно на канале, как сейчас это делается, до новости объявления канал, где курс Бинанса, именно, да, чтобы не было путаницы, вот мы привязываемся к курсу Бинанса, он ежедневно публикуется, и по этому курсу делаем подарки. Найдутся люди, которые вам помогут именно сделать это так же с Украиной? Ну, можно через Бинанс, но, честно скажу вам, вот до вебинара я два часа занимаюсь тем, что прохожу верификацию на Бинанс. Это не так легко. Да, есть другие, есть Пукоин, есть децентрализованные кошельки. Ну, опять же, давайте, мы сейчас не будем, это сейчас, мы вопросы сейчас пройдем, найдутся люди, просто откройте, люди придут, вам помогут. Наживаются люди, сто процентов. Спасибо, этот вопрос очень важный. Окей. Благодарю за ваш вопрос. Так, окей, Галина, мы спросили. Так, Викуля у нас следующая. Тон, айншальтен, Вика. Еще раз. Тебя не слышно, Вика? Тебя не слышно? Да. Так слышно? Так слышно, да. Вот по поводу вопроса Галины, которая сейчас задавала вопрос по 12.50. Мы вчера на эту тему разговаривали. Что с этим можно сделать, да? Что людям тяжело там туда-сюда. Смотрите, ребят, как вариант, вот по этому поводу, на один аккаунт Бинанса. Ну, регистрироваться там, мы регистрируемся нормально все. И в Украине у нас регистрируемся, ребят, проходит там регистрация. Можно один аккаунт взять, допустим, Метамаск у кого-то, да, между собой, собраться людям, загрузить туда, там, фиатные деньги, да, скинуться одному человеку, кому доверяете. Загрузить один аккаунт и с него делать подарки. Вот 4-5 человек на один аккаунт Бинанса или на один Метамаск. Собрали сумму на карту, да, фиатную, купили крипту, да, USDT на бирже, завели на Бинанс или через P2P на Бинансе. То есть нужно покоммуницировать, потому что, знаешь, как получается, и так, не так, и так, не так. Были доски только на 100, ой, дорого, мы зайти не можем. Уже пошли навстречу, сделали по 12.50, ой, маленькая сумма, криптокошелек не пополняется. Не ищите проблему, ребят, ищите варианты решения. Нужно искать возможности. Вот это самое главное. Вот самый оптимальный сейчас вариант, это скинуться людям, допустим, на один аккаунт Бинанса, у кого уже есть, и делать, вы же там фиксируете, да, свои команды, и делать подарки с одного аккаунта, дойти до 100, и дальше уже будет проще. Ну, вот смотри, Андрей, разве нет, как выход из ситуации, да, то есть посмотрите, подумайте, вот смотрите, ребята делали для вас очень много, то есть очень много учли, и много чего сделали, пошли вам навстречу. Со своей стороны тоже потрудитесь, пожалуйста, поищите ходы, подумайте, подоговаривайтесь, потому что, ну, еще проще, еще лучше, уже никак нельзя сделать. Система криптовалюты такая, да, там есть комиссии на криптокошельках, там есть, где определенные суммы, лимит, но это данность, мы с этим ничего не можем сделать, мы никак не можем это взять и изменить. Да, криптокошелек, там есть определенные суммы, которые надо пополнять, поэтому в складчину, я думаю, что этот вопрос можно решить, и сейчас, вот, я не понимаю, мы прошли первый этап, и сейчас люди говорят, а мы не умеем работать с криптокошельками, ну, вы никуда от этого не денетесь, вы хотите или нет, вам нужно с этим научиться работать. Просто возьмите это как этап вашей жизни и научитесь регистрироваться в криптокошельках, как минимум, это Binance, Metamask, Trust Wallet, ну, много их есть, да, много есть компаний, в которых есть свои криптокошельки, люди обмениваются, поэтому сейчас усиленно, пока мы ждем старта, поработайте с криптокошельками, научите, вы лидеры, научите своей команды, сами научитесь, потому что вас команда будет теребить, а как мне сделать кошелек, а как мне это, на самом деле там несложно, один-два раза вы делаете, вот сейчас были прекрасные зумы, да, девушка вела по криптокошелькам, объясняла все в записи, смотрите, поэтапно, под ручечку записали, попробовали, собрались командочкой вместе и сделали, сделайте это сейчас, пока есть время, потому что потом начнется старт и начнется, а у нас нет криптокошелька, а что нам делать, лучше подготовиться немножко заранее, поэтому, ну, сейчас это самый оптимальный вариант, пока вы спрашиваете, а как мы там пойдем, а какие там алгоритмы, это все будет только на практике, потому что система новая, а вот бинансы и кошельки крипто уже должны быть до старта, поэтому займитесь этим вопросом в своих командах, у кого есть этот вопрос не решен, Андрей, спасибо тебе большое, все, даем слово дальше, пока. Благодарю, да, сейчас вспомнил еще, Payer тоже есть такой кошелек, может быть, он тоже будет, там тоже есть и обменник, и разные способы оплаты, пополнения, так, окей, благодарю за вопрос, так, у нас вот они, вопросов много еще, да, все-таки снизу надо смотреть, так, 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 странно, Валда, я тебя тут не вижу, я вижу тебя на этом, а вот Валда, Валда моя хорошая, включай. Да, добрый день, меня слышно? Слышно, слышно. Да, Андрей, спасибо за информацию, спасибо за новый маркетинг, у меня такой вопрос, по поводу терминологии, остается на новой, на новой системе, та же самая терминология? Да. Так же все будет, как на Ubuntu, да, на гифте? Да, объясни, пожалуйста, другим, кто может быть не понимает, в чем смысл вот этого вопроса, и что означает терминология Валда? Терминология означает, что мы пользуемся, например, названием гифтер, билдер, гайд и легенда, ну, то есть, чтобы было понятно, как мы передаем сейчас новую информацию, потому что у нас все-таки у меня лично тоже команда, сейчас одна очень сильная ветка выходит на Англию, это Сарма, и вопрос второй, по поводу презентации, есть уже люди, которые готовят, например, презентации на разные языки, нас, например, тоже интересует английский язык, конечно, немецкий язык, я сама могу сделать, например, предложение на латышском языке, поскольку уже какой-то опыт есть, да, и это вот второй вопрос. Да, вопрос важный, хороший вопрос, благодарю за него, насчет презентации, она будет после официального старта, слайды, видео, сейчас буду много выигрывать, короче, будет после старта самого, все слайды уже в новом дизайне, самих спикеров у нас, насколько я сейчас знаю, проинформирован и лично общался, есть готовность вещать на английском, на немецком, на латышком, на турецком и на узбекском, это те, кто уже проявили желание, тут мы сейчас, они все ждут, сейчас получается исходник, ну, как их, ну, пауэрпойнт, который надо потом переводить будет на разные языки, и уже будем запускаться, когда будет кто вещать, на каком языке, в какое время, это тоже будет еще раз отдельно для всех, открыто видно, как минимум на канале, ну, посмотрим, я думаю, что-то какой-то рода календарь, надо что-то туда еще прикрутить, технически подумаем, как это сделать, чтобы всем было видно, где, когда, что происходит, и можно было приглашать своих людей на разных языках. И еще последний вопрос, наш счет 12.50, поскольку у нас есть повторные, как говорится, бронзы, там, серебро, и наверх, будет ли повторной за 12.50, и будет ли, например, если ты уже на повторной бронзе, можно ли будет повторить тоже за 12.50, ну, как бы задним ходом, да, потому что есть люди, которые хотят находиться и там, и там, как бы на бронзе, всегда находиться на 12.50, и как бы его повторить. Да, сейчас я смотрю, а, Света здесь, вот, вот, друзья, вот сейчас я видел, давай я Свету, Свету дам, как раз, друзья, вот я еще столько увидел, Светланчик, давай, опс, Света, колхост, все, можешь включать всегда, Светик, я тебя только сейчас заметил. Да, друзья, всем доброго времени, я была просто сначала, но не со своего зума. Смотрите, давайте, да, по этой доске 12.50, очень много вопросов, и все-таки расставим точки над И, да, потому что у многих информация немножко искажена, и услышали люди про рандом, да, и все, как бы у них другое понимание, пришло. Смотрите, в каком случае мы на эту доску попадаем рандомно? Только в том случае, если на этой доске нету наших пригласителей, да, то есть, например, люди на бронзе стоят, но их нет на 12.50, то в таком случае мы попадаем рандомно, и опять же при учете, если нету вышестоящих, опять вот этот вот привязки до пяти поколений вверх, да, если же эта привязка где-то есть, нет у вас, но есть ваш вышестоящий, то люди попадут на эту доску, именно за 12.50. Если до пяти линий вверх нету там вашей структуры на этой доске, то они попадут на какую-то рандомную доску, которая долгостоящая, да. Что касается того, что если человек туда приглашает, и он там есть, то, естественно, команда идет за ним, она никуда от вас рандомно не улетит, да. Вот. Потом, что получается у нас, возможность крутиться на этой доске, да, она есть, она не блокируется, на нее можно заходить постоянно, даже если у вас нет два личника, да, вы, получается, прошли по бронзе, двух вы не смогли пригласить, у вас доски заблокированы, вы не зайдете второй раз на бронзу, если у вас нет двух личников. Но доска за 12.50, она у вас всегда доступна. И опять же, вы можете туда зайти, прокрутиться, но поймите правильно, ребят, если на эту доску все будут стоять, ждать рандома, и никто не будет приглашать, доска очень долго будет стоять. Вопрос, вам оно надо? Эта доска предполагалась для того, чтобы на нее зайти, это предстартовое, разгонное, зайти, получить один раз 100 долларов, и идти уже дальше бронзу, серебро, золото и так далее. Но люди, я смотрю, хотят на ней крутиться бесконечно, но, видимо, если кому-то интересно эти 100 долларов, постоянно их там получать, можете крутиться, конечно. Но опять же, они могут и там затормозиться в какой-то момент, эти доски, и там можно стоять, ждать этого, пока рандом там к вам какой-то прилетит. Поэтому вот не сильно обращайте внимание на эту доску, она нужна именно для того, чтобы стартануть, чтобы найти все-таки вот эти 100 долларов и пойти уже дальше, и подготовить свою команду на ней. Если там человек боится пригласить на 100 долларов, но на 12.50 ему кажется намного легче найти людей, то есть он может начать строить свою команду именно вот с этой доски. Но если у вас уже готовые команды есть на 100 долларов, то лучше заходить туда. Потому что вы же понимаете, со 100-долларовой доски с бронзы, когда вы уже на легенде, вам уже доступно серебро. То есть вы уже быстренько можете попасть на серебро. Первые четыре подарка, и вы уже на серебряной доске подарили подарок. Пока вы ждете оставшиеся четыре подарка на бронзе, вы уже можете сделать шаг на серебре. Шаг, а может быть и два, ребят. А пока вы стоите на серебре, если до легенды дошли, у вас уже золото открылось. Все, первые четыре подарка на серебре, вы уже в золоте. Понимаете, какая скорость будет? А если вы пойдете вот на 12.50, там покрутитесь, а еще покрутитесь не один раз, решите еще второй раз, третий прокрутиться, вы просто теряете время. Поэтому не теряйте вот это время. Поймите, что это выгодно одномоментно стоять на нескольких досках, на двух, на трех, на четырех. Время у вас идет то же самое, но у вас движение идет в четыре раза быстрее, если вы стоите на всех четырех досках, если вы заняли место. Здорово, Свет, да, вовремя ты подключилась, вовремя тебя увидел. Окей, ты как уход остается, Светик, если что хочешь, можешь включаться. Окей, так, дальше по вопросам, друзья, давайте у нас уже, блин, у нас уже время, по идее, восемь минут осталось, я должен уже выходить на следующий. Так, Олег Марари, Олег Марари, можете включать микрофончик. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Очень приятно, что вы нам разбираетесь здесь, потому что очень много вопросов сейчас быстро отпали. Но все равно два вопроса осталось. Это первый вопрос. Допустим, ситуация, человек пригласил на разгоночной гостей, он пригласил двоих, он уже перешел в бронзу, там у него квалификация получается закрыта, люди еще остались на разгоночной. Потом пришли к нему на бронзу, но он ушел, легенда пошел дальше, эти два его личника не смогли пригласить, не захотели, никто не знает. Квалификация его остается или нет? Потому что они дошли до легенды, стали белыми, им подарили, вернули их 100 долларов, они вернулись обратно на 12,5, либо же вообще. Что с этим человеком? Что он уже может быть даже уже на серебре? У нас квалификация происходит, когда у нас два человека на бронзе, лично приглашенные на бронзовой доске, на той же самой бронзовой доске, где находится и сам участник, сделали подарок. Для него это вопрос закрыт, то есть эта квалификация прошла, он дальше двигается по алгоритму уже как хочет. Его лично приглашенные, если в этом примере, не сделав квалификацию, проходят каждый из них, проходит на легенду, рано или поздно его команда получается проталкивает, если они сами никого не приглашают, они-то не могут себя толкать. То есть их команда в этом случае как-то проталкивает, с ними связываются, могу поставить людей и так далее по своей реферальной ссылке, не по его, а по своей реферальной ссылке. Соответственно, они выходят в легенду без квалификации, получают свои 100 долларов назад. Если они ничего больше не будут делать, то для них этот путь завершился здесь. для того, кто уже перешел на дальнейшие доски, для него он продолжается, квалификация остается у него, потому что он выполнил свои задания. Но за ним уже не будут идти две линии. То есть когда он заходит на серебро, допустим, обычно у нас минимум две линии, то есть они тоже рано или поздно заходят на серебро, занимая важную ячейку. Каждая ячейка мы имели, мы важное звено, каждый из нас, друзья, для нас и для кого-то, кто находится в нашем движении. Мы занимаем ячейки, которые система фиксирует. Если у тебя нет двоих, которые за тобой идут, они не сделали квалификацию, но да, тогда зависишь, получается, от продвижения других, от активности других. И здесь это тоже может идти в потоке. Да, это может вас проводить по доскам, но эффективнее, конечно же, строить тогда уже 3-го, 4-го, 5-го, регистрировать по своей реферальной ссылке, доносить ценность, чтобы вы могли успешнее продвигаться и быстрее продвигаться по доскам. Да, Андрей, смотри, еще раз дополню. Вот смотрите, вы зашли на бронзу, а ваши два личника, всего лишь два, зашли на разгонную доску. У вас в этом случае на бронзе квалификация не засчитывается. Вы можете в этот момент прокатиться на бронзе, дойти до легенды, и вы будете без квалификации до тех пор, пока ваши два личника с этой медной разгонной доски не перейдут к вам на бронзовую и не подарят там подарки. То есть в таком случае, если они не дошли, остановились, бросили, у вас квалификации не будет, вы не сможете двигаться дальше на серебро. Вам надо либо пригласить еще двух на бронзовую, пока вы идете на бронзовой доске, либо вы выйдете с бронзовой доски без квалификации, у вас доска будет заблокирована, вам нужно будет либо дождаться этих двух, когда они уже выйдут с разгонной доски и присоединяться на бронзовую, и вы присоединитесь вместе с ними. Так остается, как у нас было в Легасе, если вы, например, вы прошли круг, но не пригласили двух личников, у вас будет возможность дать две реферальные ссылки вашим двум людям, они присоединятся на доску, так как вас там нет к вышестоящему, а вы, как только их там подтверждают эти два человека, вы туда на эту же доску прилетаете третьим, она у вас разблокируется. Понимаете? То есть вы все, но вы уже попадаете на эту доску в квалифицированном. Вот этот вот момент, ребят, понятен? Да, здорово. У нас до сих пор 530 человек в зале. Благодарю, Свет, за дополнительное разъяснение, очень важный нюанс. Так, окей, давайте сейчас Лариса. Лариса. Здравствуйте, Андрей. Ну, благодарю вас за прекрасную встречу. Очень на многие вопросы получил ответ, но один все-таки остался. Скажите, пожалуйста, есть ли какое-то преимущество и могу ли я не две реферальные ссылки свои дать, а, допустим, три-четыре другим людям? Что я в этом случае буду иметь человек, который пригласит больше, какие у него, ну, как бы, плюшки для этого есть больше, или этого не стоит делать, и просто они идут за своей командой, достаточно двоих, а лучше помогать другим. Спасибо. Я рекомендую вам в самом старте сейчас, потому что мы сейчас все заряжены, да, команды заряжены, в плане заряжены, что у всех есть два человека, прописывайте вашу холодную регистрацию, да, на листке, чтобы у каждого было по два, и вас, соответственно, на два. На первых досках сейчас, которые там, даже места не будет кого-то третьего, четвертого записывать, потому что там все распределено уже. У вас есть два места под вами. Но дело в том, когда мы, где мы можем регистрировать, во-первых, мы можем регистрировать, конечно же, там на разгоночную доску, но, скажем так, это кто нуждается. Мы будем сейчас подбирать во внимание бронзу. Мы можем на вечных бронзах, каждый раз, когда мы завершаем новую, ну, бронзу, мы запускаем новую бронзу. И там мы становимся в строителе рано или поздно. Под нами открываются два места. А вот там вы можете приглашать дополнительно третьего и четвертого. И каждый раз при новой бронзе вы можете это делать снова и снова. Или, может, если у вас там еще есть дополнительно, да, и вы на вечной бронзе видите, что рядом человек уже квалифицирован, вы просто ему в телеграмм написали, дружище, подруга, за тобой сейчас будет кто заходить, или могу я эти места занять своими людьми. Это коммуникация. Что вам это дает? Ну, вот смотрите. Сначала еще раз важно создать компрессию снизу, два на два, да, снизу, вначально, именно, скажем, первое какое-то время. Потом уже расширять свою юбку, так называемую, да, означает, что когда вы закончили доску и начинаете более высокую или повторяете ту же самую, вы куда тянетесь? Вас алгоритм притягивает к вашему пригласителю, там, где он находится. Возможно, у вас его пригласителя больше, чем два, может быть, три, может быть, четыре, может быть, пять или больше, да, приглашенных. Соответственно, не только вы тянетесь на эту доску, а еще и другие команды. Означает, что алгоритм фиксирует занятие каждой ячейки. Если ячейки быстро заполняются, обновляется доска. Опять быстро заполняются, обновляется доска. И может произойти, что эти доски будут очень быстро заполняться, потому что не только вы пришли на эту доску, а пришли еще из других команд. А если у вас тоже получается еще там больше, чем два, третий, четвертый, пятый, шестой, там, да, может быть, человек, который за вами именно следует, это будет происходить и с вами. Вы зашли на бронзу, ваша команда рано или поздно каждый из них завершает свою легенду и повторяет бронзу. Куда его тянет алгоритм? К вам. Да, и он его тянет в первую очередь под вас, если не свободные места, если под вами нет свободных места, то он видит другие места, которые есть на этой доске и заполняет их. И может произойти так, что доска обновляется, разделяется, и что какое-то время, какой-то короткий, маленький срок, кто-то из вашей команды может быть на другой стороне, то есть он ведет сейчас отдельную доску, за ним идет его команда. И если у вас просто больше, чем двое, там трое, четвертый, пятый, шесть линий, то при каждом обновлении у вас есть вероятность, что даже если какая-то часть команды временно находится на другой доске, то другие затянутся опять за вами, там, где вы стоите. И это приведет просто эффект, быстрее закрываете доски для вы лично и тем самым, конечно же, и радуете всех остальных на доске, которые, может быть, не очень такие активные, которые только два человека пригласили, и на этом тоже хорошо, у нас достаточно два человека. Это и есть преимущество, когда мы меняемся, перемешиваемся сильные с не очень сильными людьми, да, где мы видим это понимание Ubuntu, я есть, потому что мы есть, а раз мы есть, значит я есть, да, и это нас объединяет. Так что компрессию снизу создавайте в начале, два на два, много мест свободных так и так не будет, как бы слева-справа, только ваши двое, но со временем на вечных досках там вы можете расширять свою юбку и приглашать дополнительно лично вами приглашенных. Так, друзья, у нас вопрос, мы на все не ответим, Лариса, я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Лариса же, да, вроде, задавала вопросы. Так, Ольга, Да-да, всем привет, Андрей, у меня коротенький вопросик, такое дополнение, да, уточнение по поводу подтверждения квалификации, да, если человек стоит в бронзе уже в легенде, да, и к нему уже подтягиваются его люди с разгоночной доски, это уже будет считаться защитной квалификацией? Нет, если он зашел на легенду без квалификации, означает, что у него нету двоих, он не квалифицирован, он получает 100 долларов, в этом случае 8 раз 12, 50, просто своим тормозит и говорит, ребят, подождите, сейчас тогда из легенды выйду, у меня эти 100 долларов будут, и потом мы совместно зайдем уже вместе. Но он заново регистрируется по ссылке пригласителя или... Нет, ему регистрироваться не нужно, у него это остается тот же самый аккаунт, он просто присоединяется по-новому. Все, Пожалуйста. Так, окей, Светлана, bitte, tonnein scheiden, Светлана. Это я? Здравствуйте. Наверное. Просто Светлана стоит здесь. У меня такой вопрос, да, у меня такой вопрос. Допустим, мой пригласитель по Gift Legacy, он не хочет участвовать. Все, все деньги ушли и неудачные, так, подарки, будем так говорить, без подарков. И она говорит, я не буду участвовать, что мне делать, по какой пригласитель ссылке, мне нужно будет заходить, если я хочу участвовать в этом движении. Смотрите, вы знаете, ну, сейчас мы не будем это сейчас вслух, вы можете мне написать или вашим высшестоящим написать. Мы стараемся сейчас, да, выходить на, были такие, очень много случаев, было сейчас так, да, что кто-то где-то там в другом проекте, там, кто-то бросил свою команду, но команда хочет двигаться, да, потому что по духу, по ценностям это очень сильно гармонирует. то здесь мы стараемся найти всю линию, которая идет сверху, чтобы присоединиться опять по цепочке к высшестоящим, которые с нами и есть. Поэтому вы, не знаю, если вы найдете, вы есть где-то в наших чатах, Светлана? В каких-то чатах совместных наших? Можете включить еще раз тон? Или давайте вот так сделаем? Есть, есть, есть. Но я, в принципе, знаю высшестоящего своего, значит, может мне к ней просто обратиться? Ну, да, обязательно, обязательно обратитесь к ней просто, да, скажем, спросите, если она-то с нами, идет ли она с нами в этот путь, и кто ее высшестоящий, чтобы мы сохранили реферальное дело. Это наш посыл, это люди, конечно же, мы же в правилах открытых дверей и здесь тоже, да, большое желание, чтобы реферальная структура, которая была у нас, насколько возможна и сохранилась. Не всегда это получается, но насколько возможно сделаем. Поэтому обратитесь к человеку, кто вас пригласил, и там узнаете, кто сверху идет, еще вышестоящих. Окей, дальше. Мария Сячина, Мария Сячина. Так, Мария, окей, пока еще нет. Так, эту руку снимем, Мария. Все слышно, Марина. Здравствуйте, Марина меня зовут. У меня вопрос про телеграмму. У нас просто есть даритель, у которой нет телеграмма. То есть мы с Россией пытаемся скачивать, но он не дает. Ну, то есть вы сами знаете, что их удалили. Вот как нам быть в этом, в этой ситуации, как помочь человеку? Может, возможно, через, у родственника, у кого есть телеграмм, как-то оставить его данные? Я что-то в первый раз слышу, что в России телеграмм удалили? Ну, нет, ребят, смотрите, вчера вот буквально скачивали телеграмм, помогали женщине зарегистрироваться, с Россией все в порядке. Единственная была проблема, у него на телефоне не было места, и за счет того, что места нету на телефоне, уже телефон весь забит, не давали установить. Почистите, пожалуйста, телефон, удалите ненужное приложение, и спокойно установите телеграмм. Это первый момент. Второй момент, можно его установить не только на телефон, но и на ноутбук, на компьютер, да, какой-то, на станционарный, тоже как вариант, да, но желательно, чтобы это все-таки был телефон, потому что телефон у нас всегда под рукой. А, все, все, поняла, тогда займемся, да, спасибо тогда. Да, спасибо за вопрос. Телеграмм обязательно, без телеграмма у нас невозможно участвовать в нашем движении, поэтому следите, пожалуйста, чтобы у каждого из ваших команд был он готов. Окей, дальше, так, у нас Антон, Блошенко, Антон, или уже был Антон? Да, да, приветствую, Андрей. Слушайте, у меня, я не с самого начала, вот мне еще раз нужно уточнить этот момент, вот у нас стоит технический аккаунт, вверху, который самый первый, там, не знаю, как вы его называете, когда уходит, ну, человек уходит с легенды, куда у него идет, ну, реинвест обратно, если он заходит, там, на вечную, либо стартовую доску, либо бронзовую, он уходит в структуру вниз себе или нет? Это про первый аккаунт ты говоришь? Ну, вообще, да, допустим, как любой, даже мой аккаунт, допустим, у меня структура, там, а я внизу. Да. Я ушел. Давай за твой аккаунт будем говорить, да, ты ушел, окей. Да, вот я, ну, получил все подарки, да, проплатил следующую доску, у меня открывается вечная, куда я стою на вечной, я образую либо новый стол, либо к себе структуру стою вниз. Да, давайте будем привыкать, я буду каждый раз это замечать, и каждый раз буду это коррегировать, это не то, что там, хочу там, ребят, мы ничего не проплачиваем, мы делаем подарок, да, это первое, мы привыкали к этому пониманию. А смотри, Антон, у тебя получается привязка к твоему пригласителю есть, который идет тот же самый путь, то есть он, начиная там с бронзовой доски, перешел на серебро, и дальше идет на другие доски, ты за ним тянешься, там, где твой пригласитель, там будешь и ты на той же доске. Если твой пригласитель идет на вечную, то он присоединяется к своему пригласителю, то есть у нас от начала, с самого первого аккаунта идет эта цепочка, то есть твой аккаунт, твоя регистрация, она в самом начале определяет твой путь, а он именно за твоим пригласителем, а он за своим пригласителем идет, то есть вот такая цепочка у нас, то есть ты всегда попадаешь на ту доску, где твой пригласитель. Соответственно, твои люди, которых ты приглашаешь, два или больше, тоже идут каждый раз на ту доску, где ты находишься. Ну, я понял это, да. Ну, вот просто, если, грубо говоря, взять стартовый самый аккаунт, он куда уходит после того, как получил все подарки? Светлана, ты хочешь ответить на этот вопрос по поводу стартового аккаунта? Да, да, вот, кстати, от нее будет нужно услышать. Да, Антон, доброго времени, просто вы сейчас говорите про немножко, вот я поняла, да, есть другие проекты, которые мы сейчас здесь не обсуждаем, у них немножко другой вариант ухода, но у нас здесь тянется друг за другом. То, что касается самого первого аккаунта, да, который, ну, заводится в систему, да, он идет без реферальной привязки, так скажем. Вот, по первому аккаунту там еще идет решение, да, что с ним сделать и куда его потом пустить. Скорее всего, он будет падать вниз, закольцовывая как раз вот весь этот большой поток людей, помогать снизу толкать вот эти вот нижние доски. Понял, да, мне просто вот в прошлый раз тоже информацию, мы когда общались на зубе, доносили, и сейчас как бы просто потом начали искажать, видимо, ну все, я понял, спасибо. Да, мы про это особо, понимаете, люди начинают придумывать велосипед, додумывать что-то свое, несут уже информацию искаженную, поэтому здесь вот на это рассчитывать не особо стоит, да, куда пойдет первый там основной аккаунт, поэтому мы на этом акцент вообще не делаем, вы имеете в виду, что у вас привязка всегда за вашим вышестоящим, если не дай бог он выпадывает из цепочки, вы идете уже за пригласителем вашего пригласителя, вот так вот, если он опять возвращается в цепочку, то цепочка опять восстанавливается, то есть нет такого, что вы один раз могли перепрыгнуть, и теперь вы всегда будете, то есть привязаны уже к вышестоящему, вы за ним будете следовать только до тех пор, пока ваш пригласитель не вернется опять в строй. еще вопросы есть, кто там? Всем привет, наслышно? Да, у меня вопрос тоже технический, вы смотрите, когда на бронзе, он не прошел квалификацию, стоит на легенде, и там по условию 12.50, он будет получать, как это технически будет? Его перекинет на медь, или кто ему будет эти 12.50 плачивать? Еще раз, на 12.50 он стоит, его перекинет на бронзу. Нет, на бронзе, на бронзе, он не выполнил квалификацию, дошел до легенды. Он выходит с легенды, и у него, он остается, бронзовая доска у него закрывается, он остается в личном кабинете, и бронза, ему недоступна ни бронза, ни серебро, до тех пор, пока его два приглашенных не зайдут на бронзу, не подарят там подарки. Он уходит со 100 долларами, правильно? Да, он уходит со 100 долларами, все правильно. Вот эти 12.50 ему 8 раз выплатят, ну, подарят ему. Да, да. Кто, кто, где? На доске дарители. Смотрите, какая ситуация. Вы заходите на доску, вы стоите в позиции строителя, вы никого не смогли пригласить, но на этой доске еще стоят люди, и они могут для того, чтобы доска закрылась, поставить своих людей под вас, но поставить не по вашей реферальной ссылке, а, естественно же, по своей. Но за счет того, что они своих людей поставили в позиции строителя под вас, и эти люди будут вас, получается, толкать, двигать до легенды, у них будет в конце приятный бонус. Их люди за проделанную работу, то, что они вас толкали без команды, довели до легенды, их люди будут заходить не по 100 долларов на данную доску, а за 12,5. Этот момент понятен? Да, 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 вот теперь мне все стало, пазл сложился, просто не могла понять, как это будет с теми, кто не выполнил квалификацию. Да, это просто будет прописано условие, негласное условие движения, что если вы заходите на данную доску и видите легенду неквалифицированным или наполовину, да, всего лишь одного человека пригласил, то, значит, такой легенде мы дарим подарки по 12,5. Ну, я это теперь все поняла, все. Ну, там для кого-то, конечно, да, будет сюрпризом, для кого-то, ну, все, ясно. Подскажите еще, сайт визуально будет как? Типа как по гейфт-плегаси или там по-другому немножко? Ну, или аналогично доска и все такое? Принцип такой же, да, изменения там чисто визуальные, да, там цвета, картинки, вот эти вот. А также доска 15-местная, в кабинете примерно так же все будет выглядеть. Единственное, что дополняется, в кабинете будет возможность просмотреть свою первую линию. По их логину можно будет посмотреть, открываться будут их доски, где они стоят, то есть не обязательно просить у них скрин, вы сами сможете провалиться на те доски, где стоит у вас первая линия. Еще дополнительно у вас в кабинете будет видно, кто два над вами пригласителя сверху, то есть будет их никнейм и телеграм-кнопочка, чтобы вы могли с ними списаться и чтобы вы видели, за каким аккаунтом вы всегда следуете. Вообще супер, супер здорово. Андрей, Света, спасибо вам огромнейшее. И Андрею, спасибо за такие новости. Я присоединилась чуть позже. Подскажите, ждем вообще возниможения старта. Вообще дата-то есть запуска? Да, ребята, смотрите, давайте по поводу старта. Такая трепещущая тема. На самом деле, мы этот старт ждем с апреля месяца. Вот кто-то узнал позже, а мы уже знали в апреле, что запускается платформа и Европа отсоединяется от Африки. Поэтому мы еще, честно говоря, дольше ждем. Но остались доделать финишные моменты. Сколько это по времени? Вообще, точных дат уже боимся называть, дабы, чтобы не получилось такое, что люди уже, как я видела в многих чатах, уже пишут конкретные даты, хотя мы их даже сами не знаем. Но давайте ориентир возьмем где-то вот до конца месяца. Мы уже надеемся на то, что мы все-таки уже запустимся. Ну все, понятно. Спасибо большое. Будем ждать и подождем, потому что мы понимаем, что впереди нас ожидает что-то прям вообще грандиозное. Спасибо вам большое. Всем удачи. Да, благодарю всех. Спасибо. Так, друзья, у нас, конечно, вопрос не закончился. Давайте мы сделаем так. Мы все не ответим. У кого сейчас камера включена, того мы тогда и возьмем. Вот Александр. Александр Белебе. Сейчас я вас включу. Секунду. Так, так, так. Где вы, где вы, где вы, вот Александр. Окей. Александр, можете включать микрофончик. Спасибо. У меня такой вопрос. Я прошел одну легенду, вышел на вечную фронту. Потом у меня, когда завершалась та легенда, один товарищ, там, перестал какие-то действия предпринимать, то есть не приглашать ничего, я этот кабинет забрал в Сибирь. Завершил еще одну легенду. Опять дошел, да, так же пригласил, как и на первом, так же двоих человек. То есть был везде активен. А когда стал вторую легенду, вернее, опять уходить на вечную бронзу, попадали опять на ту же самую. Но там было написано такое сообщение, что я нарушил какие-то правила. Вот в чем это заключается, или нарушили, и как надо мне дальше эта позиция. А так, потом меня все-таки пустило, и я стал на второй, но уже двумя аккаунтами. Александр, сейчас трудно мне прокомментировать. Мы не говорим сейчас о предыдущих досках, именно тут обратитесь желательно к вашим вышестоящим. Что-то могло произойти, при каких обстоятельствах, вам сейчас трудно мне что-то ответить. Давайте зафокусировать наше внимание на вопросах именно по сегодняшней теме. У нас сегодня именно алгоритм, изменение алгоритма, который нас ожидает при старте. Так, окей. Валерчик и артистов. Дружище, сейчас ты ее включу. Окей. Понеслась. Да-да, Андрей, привет. Привет, Светлана. Всех рад слышать. У меня такой вопрос тоже немаловажный, потому что здесь, я так понимаю, что много лидеров, много ключевых партнеров. Мы столкнулись с такой проблемой, сталкивались, когда мы, например, выходим на бронзовую доску, и вот я со своей командой, мы делали следующее. Мы свободные и сразу занимали места. То есть выходим и все, чтобы мы перемешивались с другими, ну, о чем мы, в принципе, трактуемся, да, что команда, кто-то медленнее, кто-то быстрее. А есть такие, ну, попадаются моменты, что кто-то придерживается такой стратегии, что выстраивается друг за дружкой, и тем самым, ну, тормозит, ну, как он видит, не знаю, как вот ты вот рекомендуешь, Андрей, на твой взгляд, вот нам действовать, когда мы будем выходить на более другие доски? Ну, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Сейчас в начале все равно ожидается, в начале у нас динамика ожидается большая, то есть тут по-любому два, ну, занимаешь только свои два места, которые под тобой есть, чтобы других не обламывать. В принципе, в принципе, она так и будет продолжаться, но в итоге это будет на вечных досках момент такой, да, на каждой вечной доске, там уже перемешание прошло, где-то сильнее, где-то не сильнее команды идут. По-любому связываться с людьми, если вы хотите занять под ними какие-то места, да, обязательно, особенно если они не квалифицированы, если их только-только тут записал, на вечной доске также могут новые люди появляться, да, и они вышли в строителей, за ними еще нет, никого обязательно связываться, да, и уточнять, что с ними. В целом, да, вот именно перемешивание вот это, оно приводит к тому, что объединяются разные силы, наверное, вот так, разные возможности. Ну, кому-то приказать, по какой стратегии, там, друзья, правило открытых дверей, я с самого начала это говорил, и она у нас будет тянуться, вот это правило всегда, да, мы выбираем, как мы хотим действовать. Ну, перемешиваясь, да, мы можем намного быстрее пройти этот путь, чем будем ждать. Опять, это не гарант, это зависит всегда индивидуально от людей, силы, команды, потока, который идет за командами, за каждым из них, сколько у кого личников, у кого их только два, у кто-то там уже пять или десять себе там со временем личников запустил, которые все ищут его, эту одну анкету. Поэтому, друзья, это по факту, по ходу дела будем смотреть в начале обязательно два на два, то есть выстраивать именно компрессию снизу, и уже дальше, не могу сейчас ничего конкретного что-то посоветовать, будем уже, наверное, от ситуации к ситуации смотреть, но думаю, что эти моменты тоже будут элементы школы, которые будут проводиться, да, и понимание этого глубокого. Спасибо. Так, окей. Так, окей, Александр у нас уже был. Александр, давайте вашу ручку сделаем вниз, чтобы ее не видно было больше мне. Так, кто у нас сейчас с камерой? Это Людмила. Вот камера уже ждет долго. Давайте, Людмила. Здравствуйте. Спасибо вам за терпение. Вот смотрите, мы сейчас в каких-то играх, мы находимся в гифах легоси, да, вопрос, есть техническая возможность наши доски к вам переместить, или мы должны вот здесь все просто бросить на полпути и идти к вам начинать с нуля? Не, во-первых, вы ничего не должны. Начнем с того, у нас правило открытых дверей, во-вторых, зачем бросать что-то? Если мы не хотим к вам. Не, ну, вы можете же находиться и там, и там же, никто же не запрещает вам находиться, сколько людей в Гифт оф Легоси имеют несколько аккаунтов, да, один аккаунт здесь, другой аккаунт, а на другой доске, ну, можно так это рассмотреть. То есть никто ничего не бросает, никому не рекомендую я чего-то бросать, да, насколько возможно, если есть возможность и какая-то динамика с этими, скажем, с этими условиями, которые нам африканские друзья поставили, если есть там стратегии движения, то продвигайтесь, никто ничего не должен, и присоединяться тоже ни сюда ни не должен. Это все желание и свободное решение. Технически перенести одни доски на другие, ну, просто не получится. Во-первых, это две абсолютно разные базы данных, и мы здесь просто запускаем процесс чистого листа. Понятно. Людмила. Все, всем удачи. Спасибо. Благодарю за вопрос, да. Так, окей, теперь у нас Зузи, Гаспарян, да, вот сейчас отключу, подожди, стихиночку вам включил. Та-та-та-та, где ты, где ты, где ты? Вот. Включаем микрофончик. Здравствуйте. Меня зовут Ара. Араик, чужого зума просто. Вот вопрос такой. Смотрите, зашли мы командой. Зашли с доски на 12.50. Вышел я в бронзу. И опять в бронзе я хочу подключить человека. А человек хочет зайти на 12.50. Куда он попадет? К моим людям вниз? Или на какую доску он попадает вообще? Или мне надо быть опять на 12.50, опять вернуться, чтобы ко мне возвращались мои люди? Смотрите, да, он к вашим людям вниз не попадет. Он может попасть только к вашим людям, которые стоят, например, вверху. Если ваш пригласитель есть на этой доске, вышестоящий, если вас нет на доске за 12.50, он туда либо попадает рандомно, если никого выше стоящих нет до 5 уровней вверх по привязке реферальной, либо он попадает к кому-то вышестоящему. Но если никого нет, значит, он попадает рандомно на эту доску, если на 12.50, я вернусь. И попадает на бронзовую уже к вам. Когда нажимает присоединиться на бронзую, он попадает к вам. Да я вам не за бронзовую говорю, я вам говорю, вот я, например, стою уже на бронзовой доске. Моя команда зашла на 12.50, она вся внизу. А человек ко мне хочет зайти, я стою, приглашаю человека на бронзе. В первую линию вы к себе его приглашаете. Да, да, но он хочет зайти на 12.50. Да. Вы даете ему свою реферальную ссылку, он присоединяется на доску за 12.50, он попадает на нее рандомно. Рандомно. А если я, вот допустим, прошел за 12.50 и снова зашел в нее, ну, соответственно, на бронзу зашел и опять на 12.50. Тогда он попадет на вашу доску за 12.50, если вы там на ней стоите. А я же не попадаю к своей команде, да, то есть я не помогаю к своей команде. также к вышестоящему на эту доску, если он есть на 12.50. Нет, если там вниз под свою команду вы не попадете на 12.50. Все, спасибо огромное. Окей. Так, теперь все камеры включили. Екатерина полевая, Екатерина. Так, пять минут, друзья. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, такой вопрос по поводу разгона доски на 12.50. Если ее как бы позиционируют без квалификации, то есть необязательно туда двух личников вызывать, то каким образом она вообще двигаться будет, кто ее будет закрывать? Икатерина, смотрите, сразу же отвечу. Не путайте, пожалуйста, понимание без квалификации и ситуация попадания рандомно. На ней квалификация не выполняется, но приглашать на нее все равно нужно. То есть просто пригласив, нету такого, что вы пригласили на доску двух человек за 12.50, и все, у вас уже квалификация, и вы на бронзу уже идете с квалификацией. То есть нет, да, люди могут себе на 12.50 поставить два фейка, это намного дешевле и выполнить тем самым квалификацию и довольны идти на бронзу. Но чтобы этого не было, поэтому на этой доске квалификация не выполняется, но приглашать на нее также. То есть вы заходите на эту доску, там, если у вас есть люди тоже на эту же доску за 12.50, они встают под вами в позиции строителя, когда вы стоите, и также идет на ней движение. Она по алгоритму ничем не отличается от бронзы. Единственное, что на ней не выполняется квалификация, и она, эта доска не блокируется, если даже вы прошли там по бронзе и не пригласили двух личников, у вас бронзовая доска заблокируется, а та будет она в свободном доступе. Так, сейчас, секунду, Екатерина, я включил еще раз. Да. То есть, я правильно поняла, все равно на эту доску с позиции строителя ты должен пригласить двоих? Да, все правильно. И туда никто не может рандомно вот именно вот в этом понимании. для меня слово рандомность, это значит все вместе залетают, перемешиваются, то есть, туда никто не сможет попасть, кроме людей, которые стоят вот, сколько там, 15 минус 8, вот 7 человек, которые могут туда позвать людей, да? То есть, это может легенды позвать. туда может попасть люди, например, вы же уже стоите на доске, и там 7 человек как минимум стоит, и вот люди этих людей, они могут пригласить не только два, могут 3, 4, хоть 8 пригласить всех на ту доску, и тогда она заполнится, да? Но там не видно будет, кто выполнил квалификацию, кто не выполнил, чей человек, непонятно будет, да? Потому что все, как таковой, стоят без квалификации. и с учетом и с учетом того, что если человек в надежде того, что он зайдет, ничего, никого приглашать не будет и будет ждать рандома, но рандомно будут люди попадать на самые длительные доски, которые долго стоят, понимаете? То есть, это надо там долго-долго постоять, подождать ту удачу, пока туда начнет сыпаться рандом. Поэтому смысла ждать, стоять там рандома нет. То есть, мы точно так же выполняем все условия, играем по тем же правилам, неважно, какая это знаменал доски. А вот еще было вопросы, что, например, легенда дошла, она не смогла выполнить квалификацию, это вот на бронзовом столе, и можно, вот я стою, например, в строителях, у меня есть еще люди на 100 долларов, и как я технически могу договориться с людьми, которые стоят рядом, чтобы я их поставила к себе вниз, когда я уже своих, например, два места заполнила. Смотрите, попадая на доску, у вас будет возможность у строителя, у гида или у дарителя списаться со всеми участниками доски. Он нажимает на любого участника, там у него светится никнейм и кликабельная кнопочка в Телеграм. То есть, таким образом, да, будет возможность списаться с этим человеком и узнать, подскажи, пожалуйста, я могу занять твоих вот эти два места, у меня еще два человека есть. Он говорит, да, у меня пока никого нет, можно занимать. Или он говорит, нет, нет, у меня сейчас вот люди подойдут, встанут. То есть, вы с помощью этой возможности общения сможете узнать у человека, какие у него планы и как он дальше простраивать будет свое движение. Либо также вы можете собраться полностью доской, сделать мини-чат, познакомиться на этой доске, да, и держать связь, и вести там мини-зумы вот такие, мини-голосовые делать в этом чате, чтобы понимать, как идет движение. А так ссылку получается не я, а люди, которые строители рядом стоящие, моим людям. А как они попадут на эту доску? Смотрите, если вы стоите, даритель, строитель, гид на доске могут приглашать. Единственное, у вас не будет возможности приглашать с позиции легенды. То есть, если я дам свою ссылку, он автоматически попадет в этот стол? Да, если на нем есть свободные места. Все, поняла. Но пока я не договорюсь, вот у меня есть только два места, моих узаконенных. И пока я не договорюсь с другими людьми, что могу ли я их сюда позвать, я не делаю этого. Потому что если вы занимаете два своих законных места, это хорошо. Но если вы хотите еще чье-то место занять, тогда уже по договоренности. Все, поняла. Спасибо. Окей, друзья. Так, Бариат, Бариат. Сейчас я включу вам микрофончик. Бариат, 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 вот, оп, сюда. Так, где-то вот Бариат. Окей, Бариат, включайте микрофончик. Доброго вам дня всем. У меня такой вопрос, не буду долго любить. Я захожу на 100, у меня есть два своих личника на 100, но и в то же время мы все на 12 с половиной. Это все мои люди. Я на 12 с половиной захожу и еще четыре человека на 12 с половиной. Я под всем буду, я сама под собой буду. Эти люди 3-4 может мне выстроить как треугольник я и друг друг не подо мной поставить, а каждому подарить по два человека, чтобы уже на бронзу они выходили с личниками. А вот я зашла на два получается. Я сама на 12 с половиной под кем я буду? Сама под собой? Смотрите, на 12 с половиной это такая же доска. Вот как вы стоите например на бронзе, как вы стоите на серебре, вы же там не встаете сами под себя, вы идете за вышестоящим. Точно так же вы на доску заходите за 12 50. Если там есть ваш вышестоящий, то вы стоите на его доску. Если его там нет, вы попадаете например на доску рандомно. И ваши люди уже, которые берут у вас реферальную ссылку, они на доску за 12 50 попадают на вашу же доску, где вы стоите. Будь то это бронзовая или медная разгонная доска. У меня например три человека, я могу поставить два, а третьему отдать ссылку вышестоящей. Смотрите, получается какая ситуация, если вы на разгоночной доске ставите двух человек например под своей реферальной ссылкой, а третьего берете еще у кого-то реферальную ссылку, то потом он так и будет за ним следовать и на бронзу, и на серебро, и на золото, и так далее. А как делать так, чтобы он за мной следовал? Тогда вам нужно дать свою реферальную ссылку. Я так поняла. Например, у меня вся семья, мне как выстроить так, чтобы у меня уже есть личники, чтобы у них тоже были личники. Тогда вам нужно брать у них реферальную ссылку и по их реферальной ссылке уже помогать им. Все, спасибо большое. Все, друзья, я думаю, надо уже финалить два часа сидим с лишним. Андрей, видимо, уже ушел и уже его вызвали на другой зум. Поэтому спасибо всем, что участвовали и присоединились. Я здесь еще. Светик, я здесь еще. Вот еще два вопроса. Где 12? Руку уже тянет. Мы сейчас и Рафит. Рафит, давай, включайте микрофончик. Два вопроса коротенькие. Добрый день. Я много не буду спрашивать. Спасибо, все было интересно, достаточно понятно. У меня такой более каверзный вопрос. Случай того, что если на бронзовой доске легенда дошел до легенды, не выполнив квалификацию, и когда я ему начну дарить подарки по 12.50, он их откажется принимать. Что в этой ситуации? Он же, как правило, то есть получается, он же должен будет каждого ударителя активировать на этой столе. Тут скажет, зашел на 100, получилось так, что не выполнив квалификацию, ну просто решит погадить немножко, скажем так. Что в этом случае делать? В таком случае просто пишется в техподдержку, прикладываются скрины, что человек пишет, я отказываюсь, подтверждение, что он отказывается принимать подарки по 12.50, и через техподдержку таких людей на этой доске подтверждают. То есть пересылают ему 100 долларов, спрашивают его кошелек, там еще что-то, 100 долларов пересылают, и за него делают это. Если он вообще, например, не выходит на связь, еще что-то, такое тоже возможно, что-то случилось с человеком, то опять же обращаются в техподдержку, говорят, легенда не выходит на связь, и такую доску подтверждают и делят ее, чтобы движение не останавливалось. Спасибо. Так, все, последний вопрос. Год 12, я видел, она давно уже руку тянет, обязательно дадим тоже слово. Все, и это будет последний. Арушок. Здравствуйте, Андрей, я из Казахстана, я давно поднимаю руку. Я хотела узнать, у меня вот на 12.50, у меня народу очень много, если честно, около 67 человек, я подписала их, да? Теперь я могу их вниз в глубину отдать, они же по моей рефералке же будут зайти на 12.500, я хочу вниз в глубину помогать, я могу их потом вниз, как я отдам их вниз в глубину, дальше? Ну, вы просто тогда уже знаете, кого вы под кого хотите ставить, и уже после старта регистрации вы своих двоих записали, скажем, своих близких, под своих двоих взяли регистрации одному, другого записали, два того записали, то есть вы можете создавать компрессию снизу, если у вас есть человеческий ресурс. Так как у нас наша цепочка не рвется, продолжается, даже если кто-то выпадает, у нас в этом случае есть большое желание снизу выстраивать, поэтому просто пропишите, кого вы хотите поставить, и уже потом в процессе самой регистрации берите у этих людей реферальные ссылки и регистрируйте тех людей. Спасибо, спасибо. А то у меня народу много на 12, а хочу глубину помочь. Спасибо. Все здорово. Так, друзья, все, мы завершаем. Тогда Сергей Иванов, давай уже последний. А то у нас Сергей Иванов, окей. Да, все, Сергей Иванов, короткий вопрос, если есть. Да, привет, Андрей, привет, свет. Смотрите, я где-то услышал, увидел в одном из чатов, там, гостевом, да, на полторы тысячи человек, что будет такая система, то есть на бронзу мы заходим, и если левое или правое полушарие у нас набирается уже четыре человека, например, то может заходить уже на серебро. или... А кто нашел? Болотить. Вы, если человек... Так, микрохончик. Вопрос услышали? Да, это я так понял, что разгоночный такой, да, вариант. Нет, это получается, да, когда вы заходите на бронзу, встаете в легенду, вам уже открывается серебряная доска. Все правильно, и первые подарки, четыре подарка на бронзе, вы уже можете заходить, и я бы даже рекомендовала не терять время уже заходить на серебряную доску, серебряную доску. Это будет... Это будет не автоматом перекидывать там... Нет, 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 а как вас автоматом перекинет, это же вы принимаете решение, дарить вам подарки на серебре или нет, но у вас автоматически доска будет доступна уже, то есть если, например, в Gift of Legacy там надо дождаться всех восемь подарков, выйти с бронзовой доски, только тогда открывается серебро, то здесь серебро будет уже открываться, когда вы встали на позицию легенды. Ага, ага, да, вот это классный вариант, да, потому что не надо ждать, пока закроется доска вся, а сразу можно уже там... И еще один вопрос, да, Андрей, ты сказал, что здесь, когда ты подключаешь, заходишь там на вечную бронзу, например, ты можешь подключать уже других туда людей, ну, еще дополнительно, тем самым расширяя свою первую линию. и когда мы переходим уже на ту, на серебро, там, на платину, там, на золото, все, да, в принципе, можно туда уже и своей первой линии добавлять людей, чтобы эта доска быстрее закрылась, и тогда, чтобы... Ну, прошла она, то есть, если они у тебя есть. Правильно получается вот так? Или как? Или надо ждать все-таки, чтобы они друг за дружком шли, например? Нет, смотрите, правильно, да, вы можете свою первую линию ее расширять, вы уже там, например, с двумя пообщались, вы их подсоединили, через неделю у вас еще какой-то личник подсоединился, но вы же все равно на бронзе, вы стоите всегда, на бронзовой доске вы есть, и вы в любой момент, да, если вы, конечно, не легенда, можете добавить себе третьего личника, четвертого, смотрите, что вам это дает, ширина дает нам скорость, именно скорость прохождения досок, глубина дает нам стабильность и возможность дойти до высоких уровней, это у нас зависит от нашей глубины, да, но опять же здесь получается, что когда я, например, вот у меня, я сначала, мы заходили два по два, ставили, я всех людей отдавала вниз, потом, когда мы узнали, что можно еще и первую линию расширять, мы начали ее расширять, то моя сильная ветка, которая зашла ко мне в первую линию, третьей, так скажем, эта ветка стала, они перемешались на досках со всеми, с моими, и с первой веткой, и со второй, то есть они, мои структуры, моя вся глубина, перемешались друг с другом, и это тоже очень хорошо, понимаете, то есть ваши личники, пусть у вас пять личников, они все стремятся к вам, на вашу доску, и там с друг другом перемешиваются, вот было бы хорошо бы еще, я понял, было бы хорошо, если бы не только первую линию свою, ну, видеть, что по кнопке нажимаешь, а хотя бы видеть, ну, до четвертого уровня, например, да, остатусного, это одно бы, да, если бы сделали такое, и второй момент, вот здесь, именно вопрос был по подарочкам, да, в другую страну, получается, да, там крипта, там паер кошельки, вот эти все, вот просто в нескольких компаниях, да, вот есть, у них просто создаются там такие чаты, обменники, например, и ставят платежного агента, например, да, чтобы каждый человек мог, ну, пройти верификацию определенную, там, паспортные данные, и через обменник, вот этот уже, там, не заморачиваться, а обменять, делать вот эти подарочки, например, там, в любую страну, это возможно вообще, там, Свет Андрей? Ну, теоретически, это возможно, конечно, мы можем и свой обменник организовать, но сейчас у нас первостепенная задача, это все-таки запуститься, сначала, да, основную платформу запустить, а потом уже накручивать на нее навороты, да, у нас еще параллельно запускается, как раз, телеграм-бот информационный, чтобы видно было информация, движение по доскам, то есть, в планах, конечно, есть такое, и не просто там, еще обменники, да, например, сделать свой, я думаю, мы до этого дойдем, но не все сразу, давайте постепенно решать вопросы. Да, и еще один момент, хорошо было бы сделать, чтобы видеть всю свою структуру в глубину. По поводу структуры в глубину мы этот вопрос прорабатывали, но там получается, чем больше информации и чем больше надо привязывать реферальное дерево, да, вниз до глубины, тем больше системе надо подгружать это все и технически нагружать сайт. У нас сейчас первая задача стоит, чтобы у нас при регистрации, когда сейчас пойдет большой поток, как минимум сайт не лег, да, и все смогли спокойно зарегистрироваться, а потом в любом случае, да, у нас будут возникать дополнительные идеи, еще что-то, мы можем и улучшать потом сайт, да, и добавлять какие-то новые фишки, и, естественно, это все информация открыта, да, и мы все на связи, и очень просто там, так скажем, Европейский совет очень лояльный и с удовольствием выслушает какие-то новшества и примет даже предложения, если они актуальны, действительно важны, нужны, и все это будет услышано, не так, как что мы стучались в Африку, просились, давайте добавим то и это, а нам просто отказывали в этом. Ребят, ну молодцы, я рад, я с вами, и моя команда тоже большая, тоже здесь она. Все, ребят, спасибо. Да, благодарю, друзья, всех за участие, тут два вопроса в чате, я чат включил, ограниченное время по подаркам будет, да, это так же, как мы по гифту, то есть там ограниченное время, и реферальная ссылка тоже, она индивидуально будет, одного человека, и временное действие, потом она будет сгорать, и на серебро без подарков, с легенды бронзы нельзя зайти, нет, конечно, да, то есть, ну не надо четыре человека записывать, вы можете с двумя людьми также зайти, подарив 400 долларов, друзья, да, все как у нас есть. Мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу, мы два часа побыли вместе, я думаю, что многим стало сейчас ясно, что здесь проводится большой труд, друзья, большой труд именно в плане подготовки, и в плане дальнейшей, скажем, добавления разных нюансов еще, но в первую очередь это командное движение, командное движение нас объединяет вначале именно огромный лидерский состав, который вокруг идеологии пришел сюда, и хочет остаться с нами, и продолжать вас, да, и продолжать совместно это все. Мы на все вопросы не успеем ответить, и для, можно зайти и раз, так что, одновременно можно зайти и на разгоночную доску, и на бронзовую. Да, да, мы это говорили, слушайте, пожалуйста, внимательно, или посмотрите еще раз запись, друзья. Благодарю вас всех, пожалуйста, в чат я включил, включил его с одной целью, мы сейчас выклались конкретно, то есть информацию дали, света подключилась, я здесь с вами был, дайте нам обратную связь, дайте нам ваши огоньки, ваши сердечки, зарядите нас теперь, да, это очень важно, обмен энергии, друзья, мы находимся в метафизическом поле, то есть мы сейчас просто все вместе можем вот так вот, через обмен вот этих вот смайликов, да, объединиться, вот, здорово, давайте наполните на светик, смотри, в чат, это для нас с тобой. отлично, отлично, благодарю, вот она, вот она, я вижу чат, да, здорово, 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 друзья, ну, все, тогда остаемся на связи, следим за новостями, и уже встретимся на следующих эфирах, всего вам доброго, от сердца к сердцу, Светлана и Андрей, пока, пока.